Всех приветствую, друзья! Мой Мэтт Вистер и сегодня мы с вами обсудим, почему не надо вкладываться в парижский мажор сейчас. Какие стикеры с высокой долей вероятностью вырастут, а какие стикеры очень-очень сильно просядут, но со временем камбэкнут в цене. Ну а также, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. За это вы можете получить АК-фандомный вредитель. Презультаты будут в конце следующего ролика. Ну и не забывайте, ребята, что у меня есть крупная телега об инвестициях и о новостях в CSGO, где максимально быстро сообщаю о том, что нужно сливать, а что нужно покупать. Так что залетайте, ребята, обязательно подписывайтесь. Ну и также не забывайте, здесь происходит розыгрыш на растущий в цене Shadow Dagger черный глянец, стоимостью 12 тысяч рублей. Все, что надо сделать, подписаться на мой телеграм-канал, быть подписанным на этот ютуб-канал и написать в комментариях участвую. Все просто плюс элементарно, залетайте. Ну а перед началом один интересный факт. На данный момент на часах 16 часов дня, но пики до сих пор не закрыты, вы до сих пор можете поменять свой прогноз. Хотя по факту было написано, что Valve должны были закрыть эти пики еще в 11 часов утра. В общем, Валлосы, как всегда, без косяков никуда. Как можете заметить, сейчас идет как минимум два матча, а Блаз считает, что это не так. В общем, этот мажор привнес кучу багулин, помимо лишних букв в никах про игроков и так далее. Очень печальная история, Валлосы. Очень печальная история. Что же, начнем с того, что до сих пор продолжают бустить или начали бустить недавно. Наклейка Тролль. По сей день бустится. Я о ней говорил еще 4-го числа, но она продолжает неумолимо буститься. Как можете заметить, она застряла в отметке 370 рублей. Несмотря на то, что прямо сейчас ее можно купить в игре за 81 рубль. Глупая фигня, но я думаю в ближайшее время она должна упасть. Некоторые люди покупают ее сейчас в игре и уже через неделю смогут ее полностью слить. Помимо монта, о которых я говорил пару дней назад, сейчас начали бустить стикер WSM Холла. Я сразу сказал о том, что данный сикос супер красивый. Его будут рейтить примерно как Рокс Холла. И на данный момент он стоит 2500 рублей. Но вчера я видел ценник в 3500 косаря. Был резко забущен буквально за день с 1700 рублей. Но быть откровенным, все эти бусты бесполезны просто потому, что сапплай данных стикеров не ограничен. Вы прямо сейчас можете купить капсулу и пытаться выбить данный сикос. Поэтому, скорее всего, он будет вот так вот скакать в цене, его будут подбущивать. Но он будет примерно в отметке 3000. Также меня безумно удивило падение капсулы с наклейками соперников по GL Majora Antwerp 2022. Чтобы вы понимали, эта капсула со 100 рублей рухнула до 42. Это уже почти минимум, ребята, который был на скидках. Интересно, она дойдет до 20 рублей? Как по мне, это полный бред стоимость данной капсулы. Во-первых, тут есть спириты, которые не прошли. Во-вторых, аутсайдеры, которые распались. В-третьих, Этернал Файеры, которые тоже не прошли. В-четвертых, Найн Зи, которые, между прочим, хайпят у китайцев. В общем, опять непонятная капсула, которая почему-то упала в цене. Хотя, по всей логике, она могла максимум просить на процентов 20. Но не на 60 же. В общем, бредятельно, перспективы у него огромные. Думаю, со временем она все равно вырастет. Как вы можете заметить, золотые стикеры спустя почти 4 дня примерно уже зафиксировались на определенной цене. Мауза топ-1, Г2 топ-2 и Нави топ-3. Дальше идет Файзы, Монты, ну и так далее. Холостикеры особо не поменяли в своих позициях. Первый Мауза автор и Г2, третья Фурия. Позиции холла росписи чуть изменились. Первый Робс, второй Моноси и третий Декстер. А.К. Секс. Плюс на четвертом месте Симпл и на пятую, перегнав зайву, вырвался ВСМ. С золотыми росписями ситуация поинтереснее. На первом месте Моноси, на втором зайву, на третьем Симпл. Робс занимает всего лишь четвертое и Ника каким-то образом появился на пятом. В то время как Декстер со своим легендарным Секс вообще находится в самом низу. Что ж, теперь давайте я вам объясню, почему сейчас, ребята, ни в коем случае нельзя вкладываться в новые парижские стикеры. Первое, что хочу сказать. Если, допустим, вы выбили голографическую или золотую наклейку, срочно ее продавайте. Потому что, очевидно, чем дольше эти стикеры находятся в игре, тем больше их будет выпадать. И сразу понятно, что саплайд от нас и косов будет огромным. Потому что, если вдруг кто не знает, ребята, всегда валово делают еще скидку минус 75% после мажора. Подобная ситуация, допустим, была на Стокгольме. Как можете заметить, Na'Vi выиграли Стокгольм, ценник подрос до 50 рублей, 7 ноября. Потом он просел до 25 и долго держался примерно на 25 рублях. Но потом, спустя месяц, грянули скидки. И ценник с 31 рубля резко рухнул до 6. Произошло это почти спустя месяц, с момента, как мажор закончился. И такая ситуация происходит всегда. Возьмем аутсайдерсов, которые выиграли Rio 2022. Вот они победили в ноябре 13-го. Потом рухнули вниз. Держались какое-то время на нормальном прайсе. И 13-го декабря наступили скидки. Где они рухнули с 25 рублей до 4. Что более минус 70% от изначальной цены. Больше всего нас интересует сейчас Antwerp 2022. Потому что даты проведения Antwerp примерно такие же, как у Blast. Тем самым мы сможем понять, когда будут скидки. И когда стоит закупаться парижскими стикерами. Как вы можете заметить, где-то здесь они 21-го числа выиграли мажор. И какое-то время держались на отметке 12 рублей. И вот 2-го июня наступили скидки. Бам! Падение с 10 рублей до 2. Они упали на 80% от цены. Так что, скорее всего, ребятам, нам нужно ждать скидки примерно 2-го июня. Похожая ситуация происходит с холостикерами. Ух, сюда вообще страшно смотреть. Смотрите. 1600. Бум! 300 рублей. Жесть. Вообще страшный график. Но нас интересует самое начало. Опять же, смотрите. Вот фейзы выиграли Antwerp. 650 рублей. Подупало. Вот 2-го июня. Бам! Резкое падение с 350 до 160 рублей. Чаще всего бумага просаживается на минус 80%. Хола просаживается на минус 50%. Золото также на 50-40%. Тем самым догадайтесь, сколько будут стоить мауза хола. Если сейчас они стоят 2000, то к тому моменту их будет очень-очень много. И если взять тех же Eternal Fire, как можете заметить, они просто сначала стоили 600, а потом очень резко, спустя буквально 2 недели, рухнули на самое дно. Потому что если команда вылетает с мажора, ее стикер сразу падает в цене. А Этернал вылетели достаточно быстро. Тем самым мауза как минимум должны упасть до полторы, а то и до 1000 рублей. Из-за чего? Очевидно. Потом еще глянут скидки, и они вообще просядут до 600, наверное, 700 рублей. Тут знаете, как карта ляжет и как решит комьюнити. Но в любом случае, ребята, покупать маузов по 2000, это полное безумие. Потому что они очень сильно просядут. Но также вместе с ними просядут и все стокгольмские стикеры. Потому что мауза Стокгольм, это биткоин в сфере Стокгольма и Антверпа. И если падает мауза холл от Стокгольма 1021, то и все остальные стикеры падают вместе с ними. Так что когда грянут скидки, ребята, можно будет очень плотненько закупиться. Парижскими маузами. И маузами Стокгольма. Хоть сейчас маузами чуть-чуть камбэкнули в цене. Если вдруг кто помнит, то до этого они стоили 2000 рублей, а сейчас уже 3300. То все равно, я думаю, они еще должны просесть. Хотя, конечно, два кастреля это прям звучит, знаете, вот прям самое дно. Ну и также, ребята, парижские стикеры сейчас на невероятном хайпе. Онлайн КСГО ежедневно преодолел отметку 1 800 000 человек в день. Просто представьте, какое огромное количество будет парижских стикеров, когда грянут скидки. И капсулы будут примерно стоить около 20 рублей. Именно поэтому я бы не стал вкладываться в парижские стикеры вообще. Я бы подождал этих скидок и посмотрел бы, что будет со Стокгольмом. Или тем же Антверпом. И взял бы уникальные стикеры. Типа Империалов, Мувистаров и так далее. А также, ребята, напишите в комментариях, хотите ли вы отдельный ролик, что я буду покупать, когда будут скидки Парижа. Именно не какие стикеры Парижа, а именно во что я буду вкладываться. Потому что высока вероятность, что в Париж я вообще не буду вкладываться. Есть вещи поперспективнее и с более меньшим суплаем. По типу Стокгольма или Антверпа. Не забывайте, что за подписку и лайк вы можете получить АК Фантомный Вредитель. Результаты будут в конце следующего видео. И также, ребята, что в телеге происходит достаточно крутой розыгрыш на Shadow Dagger Черный Глянец. С стоимостью 12 тысяч рублей. Услови подписаться на этот телеграм-канал, подписаться на этот ютуб-канал, на который вы смотрите это видео. И написать в комментариях, участвую. Также, как только выйдет это видео, запущу еще один крупный розыгрыш на 20 тысяч рублей разными интересными скинами. Так что стоит тут залетать, ребята, участвовать сразу в двух розыгрышах. Ну а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня. Давайте выберем победителя. 32. Считаем, получается, с конца. Антон Калашников, я тебя поздравляю. А тебе нет никакой информации, пожалуйста, напиши мне в ВК в телегу с вот этим вот айдишником. И, собственно, желательно видосом, пруфом того, что это как бы твой канал. Все, ребята, всем удачи и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.